Всем привет, это обзор на фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit E. Если вы еще думаете, какой фитнес-браслет себе приобрести, обязательно посмотрите это видео. Но перед этим поставьте лайк и подпишитесь на канал, я все-таки стараюсь. В феврале этого года компания Samsung представила свой новый фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit E. Недавно он поступил в продажу в странах СНГ, так что я решил сделать на него обзор. Galaxy Fit E это самый лучший фит-браслет на рынке за свои деньги. В то время, как конкуренты давно остались позади и глотают пыль, Galaxy Fit E давно устремился в космос на космическом корабле. Ну что, поверили? Уже побежали себе его заказывать? Не торопитесь, сейчас все расскажу. Давайте так, чтобы не отнимать ваше время, я буду перечислять характеристики и вместе с этим сразу делиться своим мнением и впечатлениями о браслете. Galaxy Fit E получил монохромный Pimolet дисплей с диагональю 0,74 дюйма и разрешением 128 на 64 пикселя. Разрешение экрана настолько отвратительное, что даже на этом маленьком дисплее начинаешь различать пиксели. Особенно это хорошо заметно, когда уведомления поступают от сторонних приложений и появляется иконка, например на том же Телеграме, когда смотришь, кажется, что все просто рассыпалось. Также в браслете нет датчика света, поэтому яркость дисплея никак не будет регулироваться в зависимости от освещения. Единственное, что можно настроить, это затемнение дисплея по времени или постоянно. Кстати, несмотря на довольно яркий дисплей в солнечный день на улице, на нем практически ничего невозможно рассмотреть. Считаю это большим минусом, ведь браслет создавался в том числе для того, чтобы отслеживать активность на улице, хотя о том, как он отслеживает активность, мы еще сегодня поговорим. Также глянцевое покрытие экрана настолько некачественное, что уже в первый день покрылось микроцарапинами. Ну или не микро. Но это еще не самая главная проблема этого устройства. Как бы вам это сказать? Компания Samsung в 2019 году решила выпустить умный браслет, но забыла оснастить его сенсорным дисплеем. Да ладно! Реально, я не шучу и вы не ослышались. Каким же было мое разочарование, когда я решил с помощью жестов управлять интерфейсом, как в Mi Band, но у меня ничего не вышло. Оказывается, все гораздо проще. Для того, чтобы взаимодействовать с интерфейсом, по браслету нужно просто стучать. Примерно это выглядит вот так. Сука, опять пришло... уведомление. Если тут не настроить погоду, оно будет постоянно... этим. Я просто хочу спросить, кто, сука, до этого додумался? В какой момент инженерам компании Samsung пришла идея в голову, что сенсорный дисплей это прошлый век, и теперь для взаимодействия мы будем стучать по браслету, как дятлы? Это просто охуенно. Короче, браслет с помощью встроенного акселерометра, который предназначен для подсчета шагов, также учитывает постукивание по интерфейсу и позволяет с ним взаимодействовать. Точнее, скорее страдать, чем взаимодействовать, потому что экран-то пролистывается только в одну сторону, и для того, чтобы вернуться к предыдущему, придется по нему стучать, пока не пролистаются все экраны. В Samsung даже не догадались сделать двойное постукивание для возврата к предыдущему экрану. Я просто офигеваю от этого устройства. А, кстати, чуть не забыл, из-за того, что для навигации по интерфейсу используется акселерометр, в момент постукивания фит-браслет успешно учитывает еще и шаги. Еще стоит обратить внимание, что функция постукивания работает крайне нестабильно, и иногда до браслета можно просто не достучаться. Также считаю не лишним заметить, что для полноценной работы браслета его нужно для начала подключить к смартфону, потому что именно на смартфоне в приложении Samsung настраиваются все основные функции браслета. Кстати, приложение считаю очень недоработанным, потому что, например, в настройках нельзя выбрать, от каких приложений будут поступать уведомления. Для этого нужно, чтобы от приложения сначала поступило хоть одно уведомление, и только после этого оно появится в списке, и можно будет отключить уведомления. Гениально! Вообще интеграция с приложениями реализована довольно странно. Например, на стандартный будильник браслет никак не реагирует. Для этого нужно настроить специальный будильник в приложении Samsung конкретно для браслета. Тут же в приложении можно настроить отображение погоды на браслете, и если этот виджет активен, то его нужно обязательно настроить, потому что в момент переключения экранов, когда будет доходить очередь до экрана с погоды, будет постоянно приходить уведомление на смартфон с просьбой настроить эту сраную погоду. Что касается данных, то они хранятся на браслете только за последние 7 дней, а потом удаляются. Я думаю, такое ограничение связано с тем, что аккумулятор здесь установлен на жалкие 70 мАч, что хватает по заявлению производителя на 7 дней полноценной работы. По факту меньше. Если сравнивать автономность работы с тем же мэкбэндом, просто хочется плакать. Вообще я сильно сомневаюсь, что заряда аккумулятора хватит на 7 дней, потому что даже тогда, когда браслет находится в неактивном режиме, он все равно продолжает активно разряжаться. За ночь может уйти до 5%, и это в том случае, если вы браслет сняли с руки, и то при условии, что осталось более 50% заряда, потому что примерно начиная с 30% заряда, браслет начинает разряжаться в 2 раза быстрее, и этот заряд может уйти примерно за 2 дня. В общем, не знаю, что тут с аккумулятором, но у меня он за неполный день разрядился с 70% до 50%. А вот что говорит сам Samsung у себя на сайте о разряде аккумулятора. При использовании функции отслеживания пульса и функции касания экрана для его включения, расход аккумулятора увеличится, что может сократить время использования. Если я правильно понимаю прочтенное, то браслет разряжает не только включение экрана, но и сама возможность это сделать. Я, кстати, догадываюсь, почему заряда аккумулятора хватает всего лишь на 7 дней. Дело в том, что браслет постоянно проверяет с помощью датчика, который светится зеленым светом, надет он на руку или нет. Вот это очередное сомнительное решение. Зачем постоянно тратить заряд аккумулятора на непонятную проверку? Я, конечно, догадываюсь, что это сделано для того, чтобы браслет, когда не надет на руку, уходил в спящий режим и не тратил батареек. Но ее можно было экономить, если бы датчик постоянно не светился и не разряжал батарею. Если честно, вся вышеперечисленная информация меня уже очень сильно утомила, но на этом, к сожалению, проблемы не заканчиваются. У браслета очень часто теряется соединение со смартфоном, а еще ему нравится по любому поводу перезагружаться и зависать. Например, у меня он в течение одного дня несколько раз завис. Первый раз на нем запустилась вибрация и больше уже не отключалось, а в другой раз он отключился от смартфона и начал показывать на экране только часы. Причем, если браслет завис, его не получится быстро принудительно перезагрузить, потому что перезагрузка возможна только в одном случае. Для этого браслет нужно подключить к зарядке примерно на 3 секунды. Вот такой вот странный способ. И то в тот момент, когда у меня браслет завис и беспрерывно вибрировал, его не получилось перезагрузить ни с первого, ни с пятого раза. Кстати, после зависания может понадобиться переустановить приложение на смартфоне, потому что иногда он просто перестает определяться. Также хочу отметить странность, которая меня очень сильно бесит. Если попытаться подключить браслет к другому смартфону, то на экране появится надпись «Сброс» и все данные просто удалятся. На этот случай Samsung предлагает делать регулярные резервные копии или зарегистрировать аккаунт, чтобы данные синхронизировались автоматически. Поэтому, чтобы не потерять всю информацию на браслете, рекомендую частенько его синхронизировать со смартфоном. А для того, чтобы данные синхронизировались со стандартным приложением на iPhone, не придется поставить еще одно приложение Samsung Health, в которое будут передаваться все данные от браслета. Но тут тоже не все очень гладко, потому что после установки приложения в него начали передаваться данные только с момента установки, и почему-то все остальные данные не засинхронизировались. Также у Galaxy Fit E постоянно включается подсветка, когда этого не ждешь, например, во время печати на клавиатуре. Объективности ради хочу сказать, что возможно, все вышеперечисленные проблемы с зависаниями, глюками, разрядом и так далее связаны только с кривизной прошивкой, и возможно, это поправится в следующем обновлении. Но пока что это все очень грустно. Плюсам браслета можно зачислить режим тренировки, который включается автоматически спустя 10 минут. Например, если вы длительное время совершаете какие-то интенсивные действия, будь то бег или быстрая ходьба, то браслет это автоматически засчитает как тренировку. Конечно, жаль, что 10-минутный интервал никак нельзя сменить. Также большой плюс браслета в том, что для того, чтобы его поставить на зарядку, его не нужно доставать из браслета. Но на этом все прелести заканчиваются. Зарядка подключается и отключается настолько неудобно, что ее просто стрёмно использовать. Если с подключением я еще справился, то когда пришло время отключать зарядку, я думал, что без поломки чего-либо не обойдется. Пришло время поговорить о самом главном. Я думаю, что самое главное в браслете? Конечно, шагомер. И, к сожалению, тут тоже не все однозначно. С одной стороны, шагомер считает довольно точно, а с другой стороны, он также точно считает все остальное. Например, такое действие, как помыть руки, будет засчитано минимум за 20 шагов. Я буду представить, если с надетым браслетом почистить зубы. Наверное, это будет засчитано за целую тренировку. Также Galaxy Fit E успешно считает и жестикуляцию, и, конечно, взаимодействие с интерфейсом. Достаточно просто стучать для переключения экранов, и шаги будут учитываться. Кстати, вот что пишет Samsung в инструкции по поводу точности измерения шагов. В случае использования трекера шагов во время поездки в машине или поезде, сотрясение устройства может повлиять на подсчет шагов. Поэтому ходите пешком или снимайте браслет во время поездок. Еще у браслета есть функция напоминания о том, что вы засиделись и пора размяться. Но, к сожалению, она работает тоже не всегда. Он же засчитывает у нас жестикуляцию. Это считается шагами, и он перестает напоминать. Кстати, в браслете есть датчик пульса, но функция пульсометра реализована довольно странно. Пульс либо будет измеряться круглосуточно, либо не будет измеряться вообще. Вручную измерить даже через приложение невозможно. Такой функции просто не предусмотрено. По какой-то непонятной причине, если отключить датчик пульса, то в некоторых случаях он все равно будет работать. Например, если браслет посчитает, что началась тренировка, то пульс начнет измеряться автоматически. Зачем? Непонятно. Еще у браслета есть пыль и влагозащита. Вот что пишет Samsung у себя на сайте. Стань на шаг ближе к выполнению своих целей. Galaxy Fit E сертифицирован по военным стандартам и обладает водонепроницаемостью 5 АТМ до 50 метров, что открывает новые возможности для тренировок от водных видов спорта до скалолазания. Фитнес-браслет всегда поддержит твою активность. Не спешите радоваться. Во-первых, фитнес-браслет не умеет определять тренировку в воде. А во-вторых, вот что Samsung пишет уже в инструкции к нему. Избегайте контакта устройства с водой под напором. Не пользуйтесь устройством во время ныряния, плавания под водой или занятия любыми видами спорта в воде с быстрым течением. Тщательно вытрите намокшее устройство или мокрые руки перед использованием устройства. Выводы делайте сами. Подводя итог, хочу сказать, что Galaxy Fit E подойдет идеально для просмотра времени. Но, конечно, не в солнечный день. Ребята, я реально старался быть объективным, но Galaxy Fit E не оставил мне выбора. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы фитнес-браслетами и какими. Мне лично фит-браслет не нужен, потому что любой современный смартфон умеет довольно точно подсчитывать шаги и носить дополнительные устройства не имеет смысла. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом в соцсетях. С вами был Константин Андрянов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok